В первых соковиках в Беларуси завершатся мероприемцы и масштабные акции «Один и День Беспеки». На протягу двух-три дня в Украине ладят с устрейшись с насельницем в учении и тренировке – тематичные конкурсы. Сегодня на базе стадиона «Локомоты» в рамках «Один и День Беспеки» прошло областное межведомостное мероприемство. Гостям продемонстровали техничные махшимости силовых структур, а так само нагадали, что за властную безопасность каждый повинен отказывать самостоянно, а не только сподеваться на супрацовников специальных ведомств. Дмитрий Котов с подробностями. У фойе спорткомплекса «Локомоты» разместились шматлики и интерактивные выставы. Об своей деятельности рассказывают супрацовники самых разных ведомств. Можно доведаться о правилах поводина в выпадку надзвышанной ситуации на дорозе альбо каля водоема, а так само выслухать парады медиков на конт-профилактике захворывания. Каля стенда червоного крыжа волонтеры пропоновывают вымирать артериальные тиски в уровень цукру в крови. До того же рассказывают, как правильно оказывать первую доврачебную допомогу. Подобными навыками повинен володать каждый, уповненный областной организацией. Первая помощь необходима в повседневной жизни, потому что будем, допустим, идти по улице, упадет человек и мы не будем знать, что делать. Детям очень интересно это все наглядно делать, то есть как мы это рассказываем, после чего мы их приглашаем к себе, они это все показывают. И они должны этому всему обучаться, я считаю, потому что это все очень тяжело, если мы не знаем этого. На улице разместилась выстава спецтехники, и каждый жадает, что смогу бачить на своей вочи самые опошенные новинки, которые находятся на узброении в силовых ведомствах и медицинских организациях. И что главное, это наглядная демонстрация макшимостей. Выратовальники, супрационники милиции, худка медицинской допомоги и другие оперативные службы добро оснащены, и сдольные упованные меры забеспечить беспеку граждан. У делника мероприемства, а это у первоважной большинства школьники, экскурсия пришлася до сподобы. Мероприятие очень интересно, очень интересно все смотреть, можно своими глазами посмотреть, пообщаться с профессионалами, узнать где, что, как устроено, можно все рассмотреть, потрогать. Впечатление отличное. Мы пришли из школы со своими ребятами, чтобы посмотреть вообще на технику. И нам очень понравилось, мы узнали много интересного. Один и День Беспеки завершится первого соковика. На протягу двух тыднях специалисты силовых структур, представники медицинских службов и громадских организаций проводили с устреши с насельством, специальные тренировки и тематичные конкурсы. Во всех районах их намагания были накированы на развитие культуры, беспеки и житедейности. Были смс-оповещения, которые приходили ко всем, буквально, гражданам Гомельской области, сообщения. Мы проверили, конечно же, линии связи. Были проведены мероприятия, связанные с выступлением в трудовых коллективах, в школах, учреждениях здравоохранения и на сельских сходах, где мы попытались дойти до каждого сознания человека, от детского сада до пенсионеров. Мы сделали все возможное для того, чтобы и для наших участников довести ту информацию, которая непосредственно связана с общественным порядком. Потому что общественный порядок – это, безусловно, одна из составляющих части любого общества, современного общества. Поэтому по правилам поведения в общественных местах, при проведении каких-либо, точнее, возникновении каких-либо конфликтной ситуации, при нарушении правил общественного порядка, дорожной безопасности, от того, насколько в основном подростки с малых лет умеют правильно ориентироваться в обществе, безусловно, зависят их не только имущественные права, но и порой здоровье и жизнь. Кульминация мероприемства от процовка экстренных ситуаций. Спочатку – в учебная эвакуация. Усих присутствных у зали закликали худко покинуть территорию спорткомплекса. А после – еще одна видовичная падея. Супрацовники розных ведомств отпрацовали у взаимодействия. По легенде, у будинку отбился захоп заложников. Применена химичная сброя. Порушальник оперативно затриманный бойцами АМАП. Люди вызволены. Химичная сброя утилизирована воротовальниками. Уси отказные службы спрацовали навыдатно. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».